Девчонки, всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать, поделиться своим заказом из Америки, который я долго ждала сначала, потом долго не могла снять видео, потому что у нас все эти вещи постоянно в использовании. Из чего именно состоял заказ? Это одежда для моей доченьки-малышки и обувь для меня. Поэтому, кому интересно, я вас приглашаю к просмотру. Заказ я делала, как всегда, через сервис доставки посылок из Америки Бандерольку. Мне нравится их сервис, мне нравится тем, что я буквально за секунды оформляю заказ. Я сначала ищу все, вы меня спрашиваете, да, это долго, там надо на каждом сайте оставлять вот эти адреса. Ничего подобного, я выбираю абсолютно все ссылки, выбираю потом помощь при покупке. Это стоит буквально пару долларов, но они помогают и экономить тебе. И вот буквально в прошлый раз, я несколько дней назад делала заказ, и там получилось, что я с одного сайта заказала обувь для Эмилии. И она была на том сайте дороже, чем на официальном их сайте. Они мне об этом сообщили, сделали как-то там перезаказ. В общем, они молодцы. Вот, поэтому все время обращаюсь к ним. И, соответственно, давайте я начну с одежды для Эмилии, которая вас очень заинтересовала. Я это все вам покажу еще в те первые кадры, когда я снимала, когда она была прям новенькая-новенькая. Но сегодня я вам покажу вот спустя уже, наверное, месяца полтора, как мы ею пользуемся, и она по-прежнему остается буквально как новой. После того, как я показала вот этот костюмчик в Инстаграм, вы не представляете, сколько сообщений мне пришло. Напиши, где ты заказывала, хотя я там ссылки указывала, что это Carters из Америки. Вот такая рубашечка, и к ней идут вот такие милейшие джинсики. Просто потрясающий набор. Одевали мы его уже на 8 марта. Качество отменное, уже неоднократно я стирала вот эту рубашечку. Все с ней замечательно, как и с джинсами. Следующее это платье. Тоже платье очень красивое. Кстати, да, я заказывала, когда Эмилии было, наверное, месяцев 6, но она у нас достаточно высокая девочка, поэтому носит она вот сейчас ей 9 месяцев, и некоторые из этих вещей уже начинают быть ей маленькими. То есть рубашка, джинсы нам еще замечательно подходит. Вот это платье, оно даже больше, чем на 9 месяцев, мне кажется, оно до 12 подойдет. Ну, посмотрим, не знаю точно. Но, по крайней мере, сейчас мы его очень часто носим. Нравится то, что платье, оно вязаное, оно не колючее. И мне нравится то, что оно, опять же, при стирке как-то не садится, оно не растягивается. Очень стильное модное платье, и могу сказать, что во всех этих вещах нигде не торчат нитки. Вообще нигде. То есть сделано очень хорошо. Вот этот костюмчик я сейчас ей стараюсь как можно чаще одевать, потому что она скоро-скоро, вот еще чуть-чуть, и она с него, ну, по крайней мере, со штанишек точно уже вырастет. Вот такая кофточка точно такая же, это тройка был костюм. Вот такая третья вещь, обязательно бодик, конечно же, под такую кофточку. Опять же, что я могу сказать, что вот даже где сердечко, все это прошито, нигде никогда не было раздражения от вышивок, от чего-то, в общем, никаких неприятных ощущений, дискомфорт. И вот дальше теперь уже точно более такая повседневная одежда. На некоторых у нас уже есть пятнышки, поэтому обязательно я вам покажу и в новом, в новеньком таком виде, как это все было. Вот такая пижамка. Она идет на замочке. И что я могу сказать, вот, девчонки, вы меня тоже спрашиваете, какую покупать одежду, какую не покупать. Для 9 месяцев, 7-8-9 месяцев не берите на кнопках. Вот сейчас у нас я брала и такую, и такую пижамку, и поняла, что больше на кнопках я брать не буду. Она не выдерживает, чтобы я и застегнула все эти кнопки, и постоянно куда-то надо идти, что-то надо делать, ползти. Это мы покупали именно в качестве пижамок. И, кстати, мой муж тоже довольно часто одевает на ночь Эмилию. И, соответственно, он мне, ну, буквально пару дней назад сказал, больше не заказывай, больше не покупай вот такие на кнопках, потому что, ну, это какая-то просто миссия невозможная, чтобы ее сейчас одеть вот в эту пижаму. А вообще пижамы тоже замечательного качества. Эти пижамы я стираю 2-3 дня, и поверьте, на них вообще нет никаких катышков, либо такого вида, что они прям застираны уже. То есть видно, конечно, что я их стирала, тем более полтора месяца стирать каждые 3 дня, ну, сами понимаете. Но по сравнению с тем, что я покупаю здесь, девочки, это небо и земля. Я здесь, бывает, куплю боди какой-то, которая стоит дороже, чем вот эта пижама. И они у меня в катышках на следующий раз после стирки. Хотя при таком же режиме стираю тем же порошком, но вот такое качество. Поэтому я очень много вещей сейчас стала Эмилии заказывать откуда-то. И еще то, что я заказала для повседневной носки Эмилии, это вот такие боди. Сейчас уже было то холодно, то жарко, поэтому по дому я ее пока что одеваю с длинным рукавом. Но сейчас уже начинаются очень теплые деньки, поэтому мы перейдем на короткий рукавчик. Но вот эти нам очень помогали. И было вот такое, вот такое. И третий сейчас на Эмилии, поэтому я вам опять же в макро покажу вот тогда, когда они мне пришли. Тоже очень красивые, не застиранные. Но такой же здесь момент, то что они идут на застежечках. Через голову ей одеваться не нравится. На пуговичках вот этих, на клепочках я еще более или менее. Но опять же, просто не хватает у нее усидчивости, чтобы я ей все вот это закрыла. Но бодики однозначно я буду еще заказывать именно на кнопочках. Потому что хороший вариант, когда поменять просто, допустим, либо штанишки, либо памперс поменять, это очень удобно. Ну и то, что мы берем постоянно с собой на улицу, это вот такой пледик. Специально для этого я заказывала его. Дома у нас жарко в нем спать. А вот на улицу, сейчас, допустим, мы выходим, на улице 20 градусов. А к вечеру я гуляю, например, с 4 или с 5 до 7. И к 7, естественно, уже прохладнее гораздо становится. Поэтому я ножки накрываю, если холодно, я ручки могу накрыть. Это 100% полиэстер здесь написано. Но несмотря на это, оно очень-очень теплое. Я не знаю, как это, вроде бы синтетика, да, полиэстер. Но оно очень теплое. На том же сайте Картерс я заказала для Эмилии обувь. Но, не смейтесь. Сейчас я вам покажу размер. Ага. Вы представляете, заказала, я хотела заказать вообще 12 сантиметров. Ножку, то есть, ну где-то на годик, да, чтобы она у нас была. Кроссовочки замечательные. Они очень красивые, хорошего качества, запаха никакого от них нет. И стоили они 24, 25 или 32 доллара, я не помню. Вот. Но я вместо того, чтобы указать 12 сантиметров, видимо, указала 12 размер. Соответственно, я не знаю, на какой возраст, но я их в любом случае оставлю. Потому что будет спустя годы очень интересно вспомнить, да, как я заказывала ей обувь. Вот. В итоге мы купили обувь здесь. Кстати, девчонки, если вам интересно увидеть обновки Эмилии, вещи, которые я и покупаю для весны, для лета, то обязательно напишите мне. И я постараюсь сделать еще одно такое отдельное видео с обновками именно для Эмилии. И второй такой момент, что я хотела сделать это видео с примеркой на ней. Но она абсолютно не любит у меня одеваться. Вот. Если одевать ей одежду через голову, ей это абсолютно не нравится. Она начинает мотать головой, кричать или плакать. Вот. Если одеваешь ее, опять же, у нее не хватает усидчивости, ей надо куда-то ползти. В общем, это целое приключение сейчас, чтобы ее одеть. Напишите, пожалуйста, как ваши детки реагируют на одевание. Поэтому, соответственно, я не стала ее мучать, да, скажем так. И не буду это все на ней показывать. Вот. Надеюсь, в каких-то будущих видео, когда она уже будет понимать, что и как, вот тогда сможем уже с примеркой. Ну, а так я смогу вам просто одежду показать, вот как я ее показывала вам здесь. До меня, наконец-то, дошла очередь. Вторая часть заказа была с сайта 6pm.com. Мне нравится на том сайте заказывать. Есть хорошие скидки, но, опять же, помощь при покупке мне очень помогает. Потому что заказываю, могу что-то заказать, а на другом сайте, допустим, дешевле даже, чем на этом сайте. Поэтому, вот, будьте внимательны. Что я заказала здесь? Это вот такие уги с таким названием. Заказывала я их такого шоколадного коричневого цвета. И они меня очень спасали в холодный период. В них было очень тепло гулять. И обязательно на следующий год я закажу себе еще в каких-то других оттенках. По-моему, вот это у меня средний. Есть меньше и есть еще длиннее. Очень хочется мне и те, которые меньше, и те, которые длиннее. Комфортно на ноге в этих угах. Заказываю я всю обувь для себя. 7,5 размер. И на мой 37,5 это вот самое то, что надо. Ни маленькое, ни большое. Очень крутые уги. И милии на следующий год обязательно закажу тоже, если есть у них детские. Еще не смотрела. Если нет, то буду прям уги оригинальные заказывать. Вторая пара обуви для меня это Madden Girl. И, кстати, про коробки. Это первый раз, когда я решила оставить коробки. Больше я так делать не буду. Они занимают очень много места. И они, естественно, с коробками будет и стоимость посылки выше, и размер посылки больше. В общем, это никому не надо. Поэтому вот последний раз заказала с коробками. Так, обычно там есть пунктик убрать все коробки из-под обуви. Так вот, этой услугой обязательно пользуйтесь. Они действительно не нужны. Коробки, да, это удобно, конечно, что обувь потом можно в свою коробочку положить. Все красивенько в гардероб куда-то сложить. Но они занимают много действительно места в посылке. И это не надо просто. Вот я для себя поняла, что больше я так делать не буду. И самый парадокс в том, что у нас практически некогда носить весеннюю, осеннюю обувь. То есть, либо у нас жаркой мы ходим в туфлях, либо у нас холодной мы ходим в теплых вот угах, сапогах. Вот этот переходный период мы практически здесь, в Молдове, не застаем. Так что у нас практически весенние сапоги некогда носить. Но в любом случае я их ношу зимой, когда мы выходим куда-то, да, то есть там в кафе, в ресторан, на шоппинг, потому что в таких угах жарко, например. Вот это они для прогулок остаются. А вот эти весенние я ношу все же зимой. Вот такие они красивые, длинные. Они не в обтяжку по ноге. Они идут такого более свободного пошива. Мне очень они понравились тоже. И по качеству замечательные. Клея абсолютно нигде нет, никакого запаха от них не было. И это у меня замша. Очень легко они чистятся. В общем, каблучок здесь такой красивый. И третью пару я заказывала от ГЕС. Но, к сожалению, что-то там случилось. Мне ее не отправили, поэтому ждем ее в следующей посылке. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно напишите, если вам интересно будет увидеть отдельное видео про обновки Эмили. Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok